Мирный атом, богатый урожай и ковидный антидот. В Беларусь поступил российский препарат от коронавируса. Какие штаммы ему под силу? Зима не за горами. Завод биотехнологий приступил к выпуску незамерзайки. Куда отправится товар? Урок истории. Двуместным школам присвоены имена героев Советского Союза. В чем связь прошлого и настоящего? Потребительская корзина. В Беларуси снизились сцены. Поток большой, все время растет. Мы постоянно развиваемся, постоянно предлагаем что-то новое. Изменилась ли работа ритейлеров? Театральная феерия. Бобруйск принимает 8-й фестиваль национальной драматургии. Зритель пошел, зритель вернулся в театр. Трагефарс или комедия? Нечестные выборы, редкий бриллиант и ошибочные инвестиции. Фейсбук и Инстаграм уволят свыше 11 тысяч сотрудников. Кто еще попал под сокращение? В этот раз на 5 процентов. В Беларуси с декабря снова вырастут пенсии. Такое решение президент озвучил на совещании во Дворце независимости. Это уже третий перерасчет в нынешнем году. С марта выплаты повышались на 7 процентов, с августа еще на 10. Как отметил Александр Лукашенко, решение обусловлено в том числе профицитом бюджета фонда социальной защиты населения. Если считать макроэкономически, в среднем как-то делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться в связи, хоть два раза мы повышали там пенсию, небольшим повышением пенсии, потому что это в среднем, подчеркиваю, это выше инфляции на сегодняшний день. Ну а если мы еще шаг сделаем, то это будет уже, ну, значительно преимущество перед инфляцией. Хотя, знаете, пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут, ну, наверное, не владеет вопросом. У нас кое-что там подорожало и не на 10 процентов, а на 20. Я не зря подчеркнул, что я имею в виду среднее значение. Что же касается совершенствования работы фонда, то упор будет сделан на информационную составляющую. В Минтруда намерены самостоятельно и регулярно сообщать гражданину о его стаже и средней зарплате, с которой уплачиваются взносы, чтобы человек заранее знал размер своей будущей пенсии. Первый энергоблок – полная закрома и собственное производство. В стране решена проблема с нехваткой офисной бумаги. Что в планах? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Напомним, атомная электростанция ранее останавливалась на проведении плановых ремонтных работ, которые несколько раз продлевались. В настоящее время идет поэтапный набор мощности. Сейчас она составляет 400 мегаватт. Аграрии завершили уборку картофеля. Всего накопали 790 тысяч тонн. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Рост урожайности небывалый за счет того, что увеличили площади – 26 тысяч гектаров. Также повлияла сплоченная работа трудовых коллективов и хорошее состояние сельскохозяйственной техники. В Беларусь поступил новый российский препарат от коронавируса. Противовирусное средство SkyVira можно найти в аптеках фармации, но отпускают его только по рецепту. В упаковке 10 таблеток. Лекарства содержат вещества, которые помогают бороться со всеми штаммами. Доход белорусской национальной биотехнологической корпорации с начала года превысил 100 миллионов долларов. В планах увеличить выручку на одного сотрудника почти в семь раз. На предприятии сейчас работают порядка 1700 человек, производят комбикорма и другую продукцию для животноводства. Проблема с нехваткой в стране офисной бумаги практически решена. Ранее трудности были связаны с отсутствием определенных белил, однако новых поставщиков нашли в кратчайшие сроки. Сейчас в планах совместно с Россией построить совместное производство вещества. Без узоров на стекле уже на следующей неделе в прогнозах снег, дождь и минусовая температура. Готовиться к холодам специалисты рекомендуют заблаговременно. Автомобилистам самое время переобуть свои машины и залить незамерзайку, главное безопасную. На заводе биотехнологий уже вовсю кипит работа. Кроме того, здесь освоили выпуск новой импортозамещающей продукции этилово-фармацевтического спирта. На его основе будут делать лекарства для астматиков. Татьяна Горбачева выяснила, когда начнется массовое производство. В трудовой Елены Малер единственная запись аппаратчик дозирования Бобруйского завода биотехнологий. 23 года женщина отдала предприятию, ставшему для нее родным. Пошла по стопам родителей, которые всю жизнь проработали на гидролизном и привили дочери ответственное и добросовестное отношение к делу. Я очень люблю наше предприятие. Вся семья моя здесь и вся моя жизнь тоже на этом заводе. Я очень довольна своим рабочим местом, очень довольна своей заработной платой. Она у меня стабильная. У нас вообще на заводе все прекрасно, никакие санкции нас не коснулись. На Бобруйском заводе биотехнологий вовсю кипит работа. Незамерзайка отсюда отправляется на прилавки магазинов и заправок по всей стране. Линия по производству кругозора запущена еще, в 2005-м. Выпускают по 200 тысяч бутылок в месяц. За зимний сезон выходит миллион. Ежегодно здесь создают и внедряют новые рецепторы продукции, улучшают качество и дизайн упаковки. Температура замерзания у кругозора от минус 10 до минус 55 градусов. Теклоомыватель отлично справляется с наледью, солевым налетом, насекомыми и пылью. Не оставляет подтеков. Кроме того, средства безопасных для окружающей среды. Товары проходят строгую систему контроля качества в лаборатории. Внешний вид, объемная доля этилового спирта, содержание метанола. От опытных специалистов не ускользает ни одна деталь. Тщательно тестируют каждую партию. Продукция завода соответствует всем требованиям отечественных и международных стандартов. Кроме того, здесь проверяют на безопасность и импортные стеклоомыватели и антифризы. Наша лаборатория – это сердце нашего завода, как на любом предприятии. Оснащена высокоточным оборудованием, хорошим квалифицированным персоналом. Проводим мы очень много испытаний. Это и входной контроль сырья, полупродукты, купажи, готовая продукция. Завод знаменит не только отменным качеством стеклоомывателей. На предприятии производят десятки видов продукции. От разнообразных антисептиков и ветеринарных препаратов до стимуляторов роста растений и топливных брикетов из лигнина. В день в среднем отгружают порядка 20 тонн технического спирта и столько же пищевого. В клиентах такие известные марки, как «Газпром Трансгаз Беларусь», «Евроторг», «Лукойл», «Беларусь Нефть». Товар разлетается, как горячие пирожки. Что касается снабжения производства сырьем и материалами, цеха работают беспрерывно, круглосуточно. То сырье и материалы, которые сейчас недоступны для закупок из стран за рубежом, мы переориентировались, закупаем что-то в России, что-то в других странах. Экономическая и политическая ситуация в мире внесла свои коррективы в работу предприятий по всей стране. Но для белорусов это шанс показать, на что мы способны. Завод биотехнологий нашел альтернативу немецкому и украинскому рынку и заключил договор с Грузией на поставку пищевого спирта марки «Люкс». Еженедельно товар отгружается на 120 тысяч долларов. Зарплата средняя у нас 1429 рублей. Выплачивается всегда вовремя. Завод не имеет задолженности по налогам, по остальным платежам, бюджетам. На наше предприятие санкции никак не подействовали. Мы стабильно работаем. В данный момент у нас полностью загружен цех пищевого спирта на все 100%. Можно было бы производить и больше, если мощности позволяют. Завод биотехнологий держит руку на пульсе, следит за малейшими изменениями рынка и постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой продукции. В ноябре здесь первыми в Беларуси освоили технологию изготовления этилового фармацевтического спирта крепостью 99,5%. Раньше его импортировали из Германии. На его основе будут делать лекарства для астматиков. Опытная партия уже отправлена потребителю. К массовому производству приступят до конца года. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. В Беларуси снизят ставку транспортного налога. Это коснется многодетных и участников боевых действий за рубежом. Однако 50% льгота может быть предоставлена только при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории. Изменения запланированы на 2023. В этом году внести платеж должны 1,8 млн человек. Это свыше 2,5 млн автомобилей. Для физических лиц на платформе Android и iOS доступно мобильное приложение MNS Mobile, где функционал практически одинаков с личным кабинетом. Плательщик в данном личном кабинете может записаться на личный прием к руководству инспекции. В целом по имущественным платежам это еще плюс налог на недвижимость и земельные квитанции получило почти треть населения Беларуси. В 2022 приходит единое извещение по всем сборам, которые необходимо уплатить не позднее 15 ноября. Нарушителям грозит административная ответственность в размере 40% от взноса. Прозрачность, ответственность и справедливость в Беларуси снизили сцены. Таков результат требований президента. Под контролем 370 товарных групп, как отечественных, так и импортных. Это 90% всей продукции. О потребительской корзине прямо сейчас. Яна Рымарова – опытный барист. За пять лет научилась виртуозно готовить десятки видов бодрящего напитка. От латы и капучино до рафа и фраппе. Каждый день обслуживает сотни гостей и хорошо понимает, что такое спрос и предложение. С видением новых правил торговли существенно у нас ничего не поменялось. Клиенты от нас не ушли. Поток большой, все время растет. Мы постоянно развиваемся, постоянно предлагаем что-то новое людям. Торгово-развлекательный центр «Спектр» пользуется спросом как у покупателей, так и у предпринимателей. Об этом говорят цифры. Заполняемость 95%. Здесь снимают площади 80 ритейлеров. За последнее время случаев расторжения договоров аренды не было. Все понимают, на прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Возникали какие-то технические вопросы у арендаторов или индивидуальных предпринимателей. Своевременно поступали разъяснения, которые были приняты к этому 713-му постановлению. Надо отметить и выразить благодарность Управлению торговли горосполкома и руководству города, которые своевременно проводили разъяснительную работу. Постановление Совмина затрагивает 90% всей продукции. Это 370 позиций. Введены предельные надбавки для импортеров и внутренней торговли от 15 до 60%. Чтобы представители бизнеса могли задать вопросы, Март создал онлайн-анкету. Да и на местах всегда рады пойти навстречу предпринимателям. В этом убедились арендаторы торгового центра «Вестер». Говорят, в горосполкоме их слышат и, что самое главное, помогают и словом, и делом. Я собирал инициативную группу из предпринимателей, которые занимаются разными видами товаров, чтобы конкретно задать вопросы. В принципе, в горосполкоме нас понимают. Значит, записали все вопросы, подали в высшие инстанции власти. С нововведениями ситуация здесь не изменилась. 58 предпринимателей работают в штатном режиме. На площадях почти в 4,5 тысячи квадратов есть все, что душе угодно. Одежда, обувь, косметика, бижутерия, галантерея. Александр Кулевцов арендует здесь павильон уже 6 лет. В его магазине игрушек сбываются детские мечты. Представлены развивающие конструкторы, алмазные пазлы, модные куклы и машины на радиоуправлении. С вступлениями нового постановления 713-го существенно наш ассортимент не поменялся. На сегодняшний момент представлен максимально те позиции, которые были, они присутствуют на полках. Постоянным клиентам у нас есть скидки, то есть мы уже знаем своего клиента в лицо и стараемся его выдержать. Цены на продукты тоже изменились. За последний месяц картофель, к примеру, подешевел на 5%, лук на 12%, морковь и яблоки и вовсе на 15%. Суммы на крупы, молочку, сливочное масло перестали расти. Стоимость потребительской корзины в Беларуси заметно снизилась. В октябре 738 рублей на семью с двумя детьми. Это почти на 3,5 рубля меньше, чем в сентябре. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Часть большого целого. В республике ежегодно рассматривают около 5000 заявлений о приеме в белорусское гражданство. Только в 2022 более 4000 свыше половины желающих получить наш паспорт украинцы. Политика открытости республики для всех, кто уважает законы и готов трудиться, уже на протяжении многих лет остается неизменной и успешно реализуется. Обращения рассматривают в кратчайшие сроки, а в ряде случаев и в упрощенном порядке. Когда этнические белорусы или лица, которые идентифицируют себя как белорусы, могут приобрести гражданство Республики Беларусь в упрощенном порядке, это в течение трех месяцев, подав соответствующие заявления в органы внутренних дел по месту жительства. И действует также институт, мы недавно его ввели в действие, это институт восстановления гражданства Республики Беларусь. Напомним, тем, кто хочет стать частью нашего общества, необходимо постоянно проживать в Беларуси на протяжении пяти лет, иметь легальный источник дохода, соблюдать положение Конституции, и законодательство. Привлечение к административной ответственности три и более раз станет основанием для отказа от приемов гражданства. На память потомкам, двум бобруйским школам присвоены имена героев Советского Союза. Первая Бориса Ковзина, 27-й, Веры Хоружей. На протяжении многих лет учреждения образования связывают свои истории с монументальными личностями. О черно-белых снимках Карина Гуревич. Каждое воспоминание – часть великого наследия, которое бережно хранят ученики и педагоги первой школы. Буквально на днях учреждению образования присвоили имя героя Советского Союза. Перед этим здесь проделали огромную работу, связались с внуком и внучатой племянницей Бориса Ковзина, чтобы получить разрешение. После Министерство обороны предоставило копию личного дела летчика-истребителя. Борис Иванович Ковзин учился в нашей школе в старом здании, построенном оно было в 1938 году. И с 1938 по 1939 год он закончил здесь восьмой класс. Параллельно с обучением Борис Иванович активно занимался парашютным спортом. Первое знакомство с воздушной стихией произошло в Бобруйском аэроклубе. А во время Великой Отечественной пилот сумел невероятное. Четыре раза оторанил вражеские самолеты и остался жив. Борис Ковзин – единственный в мире летчик, кому удалось подобное. Уже после войны герой Советского Союза никогда не забывал родные места. Борис Ковзин приезжал периодически в нашу школу. Вот есть документальное подтверждение того, как он присутствовал на линейке в честь открытия нового здания нашей школы в 1979 году. Он также после этой линейки провел, так сказать, встречу с учащимся нашей школы. В ближайшем будущем школа сменит свою вывеску. Здесь появится имя Бориса Ковзина. Но и до этого для памяти о герои было свое место. Советскому летчику в музее учреждения образования посвящена часть экспозиции. Здесь хранятся единственные в своем роде осколки прошлого исключительной личности. В суровом огненном небе войны ваши отцы, братья, сражались с фашизмом. Именно так начинается обращение Бориса Ковзина к ученикам первой школы, которую он оставил в своей биографической книге. До сих пор уникальное издание хранится в местном музее. 27-й школе, в свою очередь, присвоили имя Веры Хоружей или, скорее, вернули. Учреждение образования носило его с 1964-го, утратило в 90-х из-за изменения устава. Однако связь никогда не разрывалась. Подтверждение тому пионерская дружина, которая с момента основания по сей день именуется в честь партизанской связной. Общими усилиями мы разыскали правнучку Веры Захаровны Татьяну Александровну Кирющенко Хоружу. Она поддержала наши усилия и наше стремление к увековечению героев Великой Отечественной войны в нашем городе и дала свое согласие на использование имени Веры Захаровны Хоружей в наименовании нашего учреждения. Родилась Вера Хоружей в Бавруйске. С первых дней войны сражалась в партизанском отряде. В 42-м во главе группы подпольщиков проводила диверсии на железной дороге и заводах, собирала данные для командования. В ноябре того же года была поймана врагами и казнена вместе с товарищами. Ее самоотверженный бодвиг – бесценный урок для потомков. В нашей школе история не забывается. Мы проводим экскурсии младшим ребятам. Мы им рассказываем про историю, про героев Советского Союза. У нас сохранилась экспозиция, которая посвящена Вере Захаровне Хоружей. У нас находятся в общем доступе телеграммы, которые были написаны ее братом, ей. В 1969-м школу посетил брат Веры Хоружей. Школьники дали ему обещание к юбилею провозглашения БССР установить памятник партизанской связной. Слово сдержали. У фасада появился бюст на постаменте. Автор работы – известный белорусский скульптор Борис Ивонтьев. Средства собирали общими усилиями. Ребята сдавали макулатуру, металлолом и вторсырье. Все торжественные мероприятия, линейки, день рождения Веры Захарных Хоружей, памятные исторические даты проходят у памятника Веры Захарных Хоружей. И в 1971 году на открытие памятника присутствовал брат Веры Захарных Хоружей Василий Захарович Хоружей. Теперь целых три бобруйских школы носят имена героев Советского Союза. 35-ю переименовали в честь Бориса Бахарова буквально 1 сентября. Решение принималось совместно с его земляками из Рыбинского района России. Сейчас на фасаде установлена мемориальная доска и открыт музей, который посвящен подвигам генерала. А сам он похоронен на площади Победы, где установлен танк Т-34, как напоминание о том, что мы обязаны хранить мир, который нам подарили. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Максим Галеонко. Итоги недели. Театральная феерия. В Бобруйске проходит 8-й республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича. В списке 11 участников свои спектакли представляют коллективы из Бобруйска, Бреста, Гомеля, Минска, Могилева и Молодечно. Площадками впервые определены три сцены. Все постановки исключительно по произведениям белорусских авторов Василия Быкова, Янки Купалы и Алексея Дударева. Наш состав профессионального жюри, конечно, субъективность присутствует, потому что это театр. Но есть критерии оценки спектаклей. Это, скажем, художественная целостность спектакля. Это составляющая спектакля, драматургия, режиссура, сценография, актерское искусство. На каком уровне они представлены в каждом из спектаклей. Зритель пошел, зритель вернулся в театр, и мы этому очень рады. И то, что зритель сюда пришел, на этот фестиваль, это показатель того, что к своему, к родному, к национальному есть большой интерес. Его значение сохранить, преумножить, популяризировать и воспитывать с помощью театра людей-патриотами Беларуси. Фестиваль знакомит зрителей с разнообразием тем и образов национальной, классической и современной драматургии. В программе, которая рассчитана до 16 ноября, круглые столы, мастер-классы, читки пьес, лекции и экскурсии. Массовое увольнение, энергетический кризис и уникальная покупка. С молотка ушел редкий розовый бриллиант. За сколько? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. В США завершились выборы в Конгресс, однако СМИ продолжают сообщать об инцидентах, которые ставят под сомнение добросовестность процедуры. Так, в Детройте многим отказали в выдаче бюллетеней. Они якобы уже отдали свой голос. В Аризоне вышла из строя пятая часть машин для отчета. А в Пенсильвании четверть миллиона бланков получили по почте нерифицированные избиратели. Мировой энергетический кризис поверг коллапс экономику Испании. В критической ситуации оказались целые отрасли. В стране почти 4 миллиона гектаров орошаемых земель и расходы на гидротехнику поставили многие хозяйства на грань выживания. Из-за высоких цен на электроэнергию владельцы отелей и ресторанов в бедственном положении. Корпорация Мета, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, уволит более 11 тысяч человек. По словам Марка Цукерберга, одной из причин такого решения стали ошибочные инвестиции в онлайн-торговлю во время пандемии COVID-19, усиление конкуренции и замедление экономики. Недели ранее новый владелец Twitter Илон Маск сократил несколько тысяч работников. Рынок путешествий и туризма восстанавливается после вынужденных ковидных ограничений. По экспертным оценкам, только за первое полугодие 2022-го его рост составил 60% по сравнению с периодом до пандемии. Но индустрия столкнулась с множеством вызовов. Редкий розовый бриллиант Fortune продан с молотка в Женеве почти за 25 миллионов евро. Вместе с налогами почти 29. Выручить рассчитывалось намного больше. Камень весом 18 карат был выставлен на аукционе Кристи. Торги продолжались всего 4 минуты. Покупатель, неназванное частное лицо из азиатской страны. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова